всем привет с новым годом народ гуляет я вот единственное тихое место нашел в массажном кабинете у себя в клубе потому что через окна везде музыка орет у нас боюсь потом забанят меня на ютюбе и так сегодняшний обзор будет у нас прожим без применения анаболических стероидов что меня подтолкнуло к этому очень много подписчиков просила меня и друзей тоже осветить вот видео появилось появился у нас такой уникум евгений напрягло или напрягло я не знаю с украины украина у нас и так прославилась уже особенно вот кривой урок и харьков своими выдающимися жимовиками но им почему-то мало что вот они все свои выдающиеся результаты делают там у себя прям в городе непосредственно никуда не выезжаю они еще и выяснили как бы объявляют о том что они без анаболических стероидов все это делают без применения ну а спортсмены которые годами десятилетиями конечно к этим идут результатом в пахоте сплошной конечно им это неприятно они возмущаются и я очень долго отнекивался не хотел почему потому что у меня уже есть опыт я уже и винстом и наумову троллил по поводу того что их натуральности спорте и за это меня просто какашками забросали и все причем даже когда наумову уже после этого поймали на 1 классика на допинге и все равно это не доказательство все равно я вот троллю всех скандал и срач устраиваю поэтому я решил тактику изменить в этот раз я не буду свое мнение озвучивать я только подведу черту а мнение выскажут все сильнейшие спортсмены нашей страны прямом смысле все сильнейшие я просил прям я постарался единственно кого я не нашел это кирилла сара чего у него вчера день рождения было у него телефон отключен всех остальных я кого смог найти в интернете кому смог я позвонил и вот звонки значит если коротко по звонкам все остальное просто у меня записано миша коклеев сказал что ну то есть он не верит конечно в такой жим натуральный жим 255 я повторяю при собственном весе 120 122 килограмма он не верит скорее всего он объясняет это каким образом человек подводился потом опять чистился потом опять потом выступал сдавал допинг-контроль ну то есть каким-то образом поэтапно все это проходило но здесь случае немножко другой человек всего два года выступает с 14 года с декабря по 16 год с декабря я не знаю когда он там чистился подводился но постепенно кахута более в резкой форме вадим все это высказал я не буду прям дословно говорить но не поверил мягко говоря тоже теперь я вот зачитаю все мнения все как есть кто за кто против и все прочее значит вопрос был такой значит привет вопрос провокационный есть такой жимовик евгений напрягло он жмет 255 утверждает что никогда не употреблял аэс всегда только в натураху коротко веришь или нет но учти я озвучу твой ответ опрашиваю всех известных спортсменов значит слава соловьев во первые начнем с него значит вячеслав соловьев он у нас 290 на два раза жмет я так что она вас не отвлекала у нас же все-таки объективное расследование значит слингшоте слова у нас жмет 400 килограмм ну выдающийся довольно таки жимовик у нас и хороший теоретик кстати и к слову он у нас тренирует марьяну наумову здорово андрей дуаров с наступающим здоровья нет не верю у нас еще один у нас еще один натурал есть на витязи крайне крайне значит абсолютку у кого ты забрал выступает 82 тоже утверждает что чист как слеза это разговора сапожонками но я потом еще в конце вернусь к нашим потому что я вроде как сначала начал с украинцев а потом заглянул мне ребята тут подсказали у нас своих таких хватает значит владимир калиниченко тоже не нуждается представление однократный участник и призер супер кубка титанов и битве чемпионов известнейший у нас стране стронг я с ним выступал чем горжусь значит что у нас пишет володя даже видео не смотрю скажу что конечно не в натурах у более подробно думаю озвучивать не надо самовнушение смайлики интересно что он считает нестероидом и видимо для для него пропиана отсутствует и болт с туриком нет допинг это володя калиниченко мурат алибеков это у нас очень сильный жимовик не очень сильный а очень не очень сильный шумовик значит безэкипировочный жим у него 285 военный жим кто не знает это с поднятыми ногами одними руками когда жмешь у него 275 все без экипировки в троеборе у него 900 килограмм без экипировки а вообще он 220 у него рекорд по моему это на 14 это на 15 раз ужин значит мнение мурата лично мое мнение такое что я допускаю что он чистый но окончательно можно сказать только после проведения топ контроля только настоящего я один из немногих которые верят что такие результаты возможны еще один показатель чистоты вернее честности спортсмена будет хорошая прибавка к результату после первого курса на уровне жима 250 255 на турах а потом курс это как минимум 50 килограмм плюсом если же прибавка будет 15 35 то значит уже витамины имели место быть извинишь что так запутанному я думаю понял мою мысль почему это сказал он участвовал тоже там дебатах по поводу этой частоты в интернете и вот этот напрягло этот говорил что вот сейчас он начнет химичится и просто всех порвет это он к этому сказал теперь значит у нас алексей серебряков чемпион мира в ipf обладатель там кучи рекордов всевозможных вы в этом же ipf пр ну и известнейший стронку на стране конечно значит я думаю что это невозможно если бы сказал сарычек то я бы ему поверил зная заряженный результат я значит отвечаю спасибо лёша он пишет а так там даже 255 я думал 225 ну тем более это у нас мнение сергей алексей серебрякова дмитрий бумнов неоднократный чемпион мира призер мистер олимпия 237 без экипы у него же и 320 типе значит он ответил коротко нет я попросил более развернуто вот он мне пишет отвечаю развернуто при весе за 100 килограмм 120-130 например и стажей лет 5-7 вполне возможно войти выйти на 200-220 это супер одаренно в остальных случаях нет это мнение дмитрия бумного виктор найденов это жим в экипе 430 слингшоте 400 на сегодняшний день это сильнейший у нас жимовик в россии по моему европе тоже а приветствуем годом на пришлось погуглить кстати не первый кто не знает о ком речь но он не похож на химика наивно но верю коротко это мнение у нас виктора найденного михаил сидорыч и михаил тоже представление не нуждается все его знают как бодибилдера известного у нас стране все помнят как стронгмена тоже известного но мало кто уже помнит что михаил у нас был мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и выступал довольно таки успешно я с ним выступал правда это было много лет назад уже в 2006 мы точно последний раз мы с ним на россии пересекались в создали и так мнение михаила судя по животу и щекам думаю употребляет но я свечку не держал и бог его знает сколько у нас есть самородков я жил 260 зале без экипы но баловался смысл идти на рекорд в чистую он выступал по федерации за контролем если нет то рекорд не засчитан на турах у это все слова нужен анализ антон бегалка жмет у нас двести шестьдесят пять килограмм без экипы в экипе 390 365 в однослове и 390 слингшоте жмёт значит на четыреста упора сходил не получалось честно говоря не верю уникумы конечно есть но двести пятьдесят пять вес не маленький и может не на жесткой химии и небольшом количестве но присутствует это правда мое личное мнение может я и ошибаюсь мне тоже пермяков не верит что я больше меньше грамма ставлю на меня мелкие дозы на меня мелкие дозы лучше действуют чем большие мне кстати тоже полностью поддерживаю теперь мнение николая пышминцева это значит у нас 390 в экипе 255 без экипы и чтобы вы поняли это у нас с каменск уральска спортсмен сын кузнеца от природы просто очень одаренный и очень сильный спортсмен очень сильный спортсмен и вот послушайте его мнение я допускаю результат 255 в жиме только в экипировке без анаболических стероидов без экипы и без химозы можно пожать думаю максимум 200 при весе 120 килограмм и выше ну то есть столько сколько как раз и в день есть я полгода не курсил весил 120 и пожал 200 с большой натяжкой такой же я мог я мог позволить только один раз в три недели остальное время на восстановление уходила был ли я чистый или нет не знаю доп контроль не сдавал но это я испытал на собственном примере ну и вот чтобы закончить значит такой жирной жирной точкой это мнение шейко бориса ивановича я думаю представление нуждается это у нас один из лучших и один из самых авторитетных тренеров в россии мы и мире тоже котируется очень прилично итак добрый день андрей ты не написал не написал при каком собственном весе он жмёт 255 это трудный вопрос евгений выступал евгений выступал на каких-либо соревнований с допинг-контролем надо посмотреть по годам за последние три года сколько раз в году он выступал какие результаты показывал как рост и в эти три года результат джиме и как раз его собственный вес тогда можно будет большой достоверностью сказать применение применяет аэс или нет спортсменам которые тренируются и выступают с использованием аэс бывает трудно поверить что спортсмен больше может достичь высоких результатов без применения аэс надо посмотреть протоколы и так я пишу борис иваныч ну отследить не совсем это трудно да и времени много не займет я ему скинул значит протоколы салповара как за что я повторюсь по моему 6 выступлений или 7 брать не буду значит 3 в кривом роге 3 харькове прогул 3 в кривом рогу украинцы и так это его ответ на что он ознакомился с протоколами отвечает я думаю что он выступал с применением аэс у меня возник вопрос защищена за счет чего спортсмен пятнадцатом году смог прибавить за 14 дней 5 килограмм собственного веса 6 декабря он привести 108 800 выжил двести тридцать два с половиной двадцатого декабря весил сто тринадцать выжил двести сорок за две недели нажирать 5 килограмм кавычках не проблема но толку от такого нажранного веса мало его надо еще попробовать и еще проработать и добавка в без экипе хорошие семь с половиной килограмм двести сорок то же самое мы видим и в шестнадцатом году 2 октября при весе 118 он выжил двести сорок два а в декабре при весе 122 выжил 255 причем начал соревнования с веса двести сорок пять который не жал на соревнованиях обычно спортсмен выступающий на без анаболических стирок никогда не начинается с веса который не жал на соревнованиях это могут делать спортсмены подготовленные на веса который не жал который так подготовленная на анаболических историй который он когда их распирает часто такое бывает при подготовке на гармонии роста я буду рад если Если я ошибаюсь, тогда я снимаю шляпу перед Евгением, потому что тогда он талант, которых единицы. Но все свои высокие достижения показывает только на соревнованиях в Украине. Про моих спортсменов тоже говорили, что они выступают на химии, но они по 3-5 раз в году сдавали допинг-контроль, и ни у одного моего спортсмена не было постоянного роста результатов на всех соревнованиях. Они на чемпионатах и кубках России показывали меньшие результаты, чем на чемпионатах Европы и мира. Непонятно мне на соревнованиях, где выступал Евгений, был ли допинг-контроль. Ну, допинг-контроль я ему ответил, конечно, был, но какой допинг-контроль в АВПЦ у нас всем как бы известно. Поэтому обсуждать мы это даже и не будем. Значит, что еще я хотел сказать. Я когда начал вроде бы этот опрос, мне один всего спортсмен, наш известный, отказался, сказал, я не хочу его рекламировать. Ну, по большому счету, если человек балабол, ну, мне про это про многих, про многих, конечно, рассказывали, что вот ты вот зачем его рекламируешь там и все прочее. Но я стараюсь объективно, вот в данный момент я даже ничего от себя не добавил. У нас один Виктор Найденов только конкретно сказал, что он верит. И то Виктор у нас единственный из всех стопроцентный экипник, он без экипы не жмет. Поэтому как бы не совсем он объективен, он просто человек сам по себе такой довольно-таки бескомпромиссный. И верит еще людям, я ему завидую. Значит, а что я еще хотел сказать, когда я начал вот этим вопросом немножко там углубленно заниматься, мне многие стали указывать на наших спортсменов. У нас есть такой Хамхоев Ибрагим, значит, у Кирилла Сарыча выступал недавно, и Эргаш Хазеев. Они оба, Эргаш Хазеев, они оба с Нижнего Тагила. Оба эти спортсмены то же самое. Вот я по результату посмотрел, я даже не буду углубляться. Кому интересно, вы можете посмотреть, но там один в один все. Вот Сапожонкова, который Вячеслав Соловьев вспомнил, он еще дальше пошел, я бы сказал, чем напрягло. У него, у Сапожонкова, при весе 79 килограмм, значит, 237 с половиной килограмм он пожал. Он выиграл у Кахуты, абсолютку. Ну, прекрасно, это же замечательно. Хороший спортсмен на хорошем турнире, на известном, показал замечательный результат. Зачем нужно рассказывать про то, что вы не химичитесь? Вот для чего, я не могу понять. Вам недостаточно этой славы? Я сейчас не про украинцев, которые там свои каши варятся, и там сами у себя в собственных городах. К слову, все равно, я вот маленький сделаю комментарий. Я последний раз у себя вот здесь, в родном Магнитогорске, выступал в 2006 году. И то, потому что я сам проводил здесь первенство России среди ветеранов по IPF. И мне как бы надо было выступать. А так вот в своем городе, ну, смысл мне бить какие-то рекорды? Любой же потом подойдет и пнет. Ну, вы докажите, вы пройдите нормальный допинг-контроль. Зачем вот этой вот дикулевщиной заниматься? Все равно, мне вот немножко непонятно. Это же обижает известных спортсменов. Люди пашут, да и неизвестных тоже. Это любого человека обидит. Когда ты пашешь, пашешь десятилетиями, чтобы добиться какого-то результата, а потом кто-то приходит и говорит, тэ, я в натураху, я вот такой вот. Ну, это дикулевщина. Вот бросил, сделал брос. А вы там кусаетесь, ругаетесь. Ну, в общем, вот, я обещал никаких срачей не устраивать, на личности не переходить. Поэтому исключительно объективное мнение спортсменов и ведущего тренера. Такого быть не может. Перевожу на русский язык. Это значит, что, по-моему, где-то было человек 10 у меня или 11 опрошенных, или даже 12, я не помню. Один человек только поверил. Мурат Альбегов, как человек очень интеллигентный, сказал, ну, 50 на 50. Поэтому, ну, я все-таки резюмирую, что вот вы, ребята натуралы, вы все, как бы помягче сказать. Ну, в общем, наверное, вы выдаёте желаемое за действительность. Всем пока и с Новым Годом!